Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные о Христе, братья и сестры, сегодня Церковь наша не вспоминает эпизод из жизни святых апостолов, даже самые славные и чудесные эпизоды. Церковь не вспоминает и не призывает нас вспоминать. Церковь переживает и призывает к сопереживанию нас всех славных событий спасения рода человеческого. В первый день недели, вечером, когда собрались ученики Христовы с закрытыми дверями, страха ради иудейства. Пришел Иисус, встал посреди и говорит им, мир вам. Сказал это, показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевшие Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказал это, думал и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся на ком. Но оставите, на том останутся. Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, был тут с ними. Не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перстом моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней, опять они были в доме, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были закрыты, встал посреди них, и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст свой сюда, и посмотри руки мои. И подай руку твою и вложи в ребра моя, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал им в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блажение не видевшее, но уверовавшее. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сей же написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь вечную. Вот для чего нам надо Евангелие. Чтобы уверовать и получить от Бога жизнь вечную, а не узнать или постигнуть тайну Христова Воскресения, тайну Евхаристии и любые другие таинства Церкви. Постигнуть их нельзя. Они уже две тысячи лет существуют и до сих пор называются тайными. И они не будут называться иначе, потому что это действительно тайна, которая непостижима уму, но по своим действиям она постижима нами, и достигаем результат этих таинств для всех, для нас. В чем разница узнать и пережить? Есть одна байка про одного очень большого политического деятеля времен застоя. Леонид Ильич, Христос Воскресе! Леонид Ильич говорит, спасибо. Снова проходит время, снова подходит другой человек. Леонид Ильич, Христос Воскресе! Мне уже доложили. Смешно? Вот в чем разница. Почему мы не устаем и радуемся каждый раз, когда говорят нам или мы говорим, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Мы переживаем это событие. Оно для нас живо и актуально. А не то, что нам докладывают наши близкие чиновники о том, что вот такое случилось. Вот в этом-то и разница. И в этом разница вообще в переживании жизни, событий христианства. Переживаний от изучения и постижения. Постигнуть все мы не сможем, это тайно. Можем иметь какую-то иллюзию, более или менее, но в любом случае иллюзию, постижение. А на самом деле мы или сможем переживать это событие, либо будем относиться к нему как тот политический деятель. Не дай Бог, конечно, для нас. Потому что это будет смерть нашей души. Вот. И почему я позволил себе эту байку рассказать вам? Просто она очень такая вопиющая, показывающая определенный стиль мышления людей, которые так, пройдя рядом с событиями славнейшими, страшными событиями, чудесными событиями, так и остаются в таком же состоянии, не постигая их своим сердцем. Потому что то, что нельзя постигнуть умом, поэтому таинство называется, постигается сердце. Об этом Григорий Палома писал в учении о нетварном свете. Вот. И поэтому-то мы можем постигнуть, но сердцем своим. И действительно, неизреченные глаголы, воистину, будут для нас руководством к нашей жизни. Ну, как неизреченные, спросите вы, когда вот всё изречено, вот написано. То, что написано, это написано. А то, что невозможно изречь, постигается сердце. Из тех же слов. Поэтому-то и события, которые мы сегодня сопереживаем вместе, все, и это сопереживание и называется тем самым, вот, антипасха или фоминная неделя. Антипасха почему? Потому что для нас, церковь, для церкви, Пасха – это воскресение Христово. И Пасха для апостолов наступила тогда, когда они познали это воскресение. А Фома опоздал. И Господь ему явился вместо Пасхи через восемь дней. И он вложил ребра его, руки свои и пальцы свои, и стал верующим. Вот поэтому для тех, кто опоздал, вот для них существует это антипасха. Анти – это вместо Пасхи, значит, это полное замещение Пасхи, потому что фома, вера фомы была ничуть не меньше и не менее глубокой, чем вера апостолов. А в отношении, что его называют фомой неверующим, вы знаете, по-всякому можно относиться. Можно относиться, вот как я уже говорил, таким рассудочным мышлением, и тогда ничего не поймешь. Вот фома неверующий, потом стал верующим. Что-то такое непонятно. Так ведь, вдунул Господь, Дух Божий, учеников своих, и фома, придя к ним, сердцем своим, ощутил этот Дух Божий, исходящий от апостолов, от своих собратьев, и не увидел в себе этого Духа. Поэтому и воскликнул, не поверю, если вот не вложу пальцев своих и рук своих в язвы гвоздиные и в ребра Господа Иисуса Христа. Но Господь сказал, когда уверился в фома, и сказал ему, Господь мой и Бог мой, Он сказал, блаженны невидящие, блажен ты, фома, что увидел и поверил, блаженны невидящие, но поверившие. Есть ли среди нас невидящие, но поверившие? Я что-то, знаете, признаюсь, сомневаюсь. Тридцать раз видим, и никак не можем уверовать. Тридцать, три по тридцать раз видим, и опять не веруем. И снова постигают нас сомнения. Поэтому-то мы скорее, как Фома, и даже хуже. Фома один раз увидел, ощутил язвы гвоздиные, ребра его, обнаженные, и уверовал. А мы часто видим каждый день чудеса. И снова и снова нас постигают сомнения, и мы никак не можем утвердиться в том, что мы видим. А мы видим славу Божию каждый день. Каждый день для нас открывается тайна жизни во Христе, тайна чудес Христовых. Но, к сожалению, мы, вот, наверное, в тридцать раз по тридцать хуже, чем Фома. Поэтому думать, что вот мы не видели, но веруем, это, с нашей стороны, было бы, так это, легкомысленно. Скорее, это мы и видим, и не веруем. Вот. Но Фома сразу поверил, а мы вот снова и снова сомневаемся. Да укрепит нас Господь в вере. Это даст Он нам такое уверение, которое Фоме дало силы. Силы не меньшие, чем другим апостолам. Так же и мы. Мы не просто должны поверить в события, совершившиеся, события воскресения Христового. Мы должны поверить, что это событие действительно даровало нам жизнь вечную. Мы должны сердцем увидеть это и больше никогда не сомневаться, и жить этой жизнью вечную, дарованную нам Христом. Да поможет нам в этом евангельское благовествование, ныне членое нами на неделю Антипасхи или Фоминой недели. Недели уверения Фомы. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!